всем привет у нас сегодня на дворе мороз 8 почти 9 градусов мороза в общем очень необходимая вещь это обогреватели на ручке велосипеда я решил сделать и поделюсь с вами опытом работают они от моего фонарика security 8000 люменов сам аккумулятор состоит из нескольких также аккумулятора 18 650 общее напряжение 8 и 4 вольта в общем есть у меня пластины которые нагреваются где взять эти пластины вы можете перейти по ссылочке и приобрести их у меня либо если вы знаете где их приобрести там покупайте в общем достать их довольно таки несложно и стоят они недорого кнопочку эту думаю вы тоже найдете и паять собственно вы умеете самое главное это найти аккумулятор желательно чем больше объемом тем лучше ну в общем как это все работает смотрите далее итак для того чтобы нам сделать эти пластины нам понадобится собственно две самих эти пластины нам понадобится тройник usb двойной нам понадобится ножик паяльник флюс или кислота припой аккумулятор от 8 до 12 вольт это я рекомендую не стоит использовать двадцати четырех вольтные потому что они сразу расплавят эту пластину а и собственно сама кнопочка которой мы будем включать и выключать данное устройство так ну собственно сейчас я припаяю кнопку разорвав точнее не разорвав отсоединив два проводочка с минусом и скажем посередине я подсоедину кнопку кнопка будет замыкать и размыкать контакты сейчас я буду припаивать параллельно выходы usb для подключения пластин внимательно рассмотрите схему которая сейчас показана на экране там все достаточно интуитивно понятно вау и и и и и и Для того, чтобы провода не распадались, я их зафиксирую небольшим кусочком проволочки. У меня вот такая вот, возможно у вас есть другая, в общем это не важно. Теперь будем переходить непосредственно к установке, вот я только вывез велосипед, вы видите, что уже минус 8,1 градусов, ручки очень холодные, это все-таки металл, несмотря на то, что там сверху есть резинка, в общем реально очень холодные, а это от фонарика идет коннектор, и сейчас мы приступим непосредственно к установке. Значит, примеряю эту пластину на руль, напоминаю, что пластина у нас с одной стороны обычная, то есть греет, это с другой стороны USB вход. креплю я их на обычный скотч, я думаю, что этого вполне достаточно, чтобы тепло хорошо передавалось, я не буду его заматывать всякими крепящими устройствами. в общем скотча вполне достаточно, даже кусочка, главное, чтобы водой он не отпал. такие пластины полностью обхватывают руль, по крайней мере для моего вполне достаточно. проверяем их, как они держатся и будем прокладывать сам провод к аккумулятору. Напоминаю, что нужно сделать небольшой запас провода от рамы, от выноса руля до рамы, потому что вы тогда не сможете поворачивать, либо у вас провод порвется, либо вы просто не сможете развернуть руль, то есть вам нужно дать запасика провода. попробуйте, когда вы проложите провод, повернуть руль. завязываем на узелок. так, берем само наше устройство, которое мы делали, и крепим его на руль. на руль, в общем, не важно, куда вы его там крепить будете, главное, чтобы оно у вас не слетело, когда вы будете ехать. как-никак аккумулятор это вещь тяжелая, в любой его модификации, даже самый маленький он тоже что-то весит и чтобы не было неприятности, что он у вас куда-то улетит. и так же завязываю на узелок. далее я подсоединяю коннектор фонарика. проверяю, работает ли фонарик, да, фонарик работает. и соединяю затем, соединяю затем USB провода обогревателей. проверяю, работают ли они. да, работают и отлично греют. ну, прежде чем они будут капитально греть, они должны прогреть металл под собой и резину, и только тогда они будут нагреваться. в общем, вот так выглядит это все дело. заряжается он обычно, как и фонарик раньше заряжался, просто подсоединяется коннектор и в розетку. в общем, кому нужны какие-либо запчасти, вы пишите в мою группу, ссылочка есть под этим видео. вступайте туда, задавайте различные вопросы, участвуйте в наших конкурсах, там можно выигрывать различные велозапчасти. у кого есть вообще либо какие-либо вопросы по велосипедам, в принципе, могу помочь с выбором каких-то деталей, ремонтом и так далее. в общем, всем спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok